всем привет друзья в общем все еду сейчас забирать машину осталось где-то полчаса мне решил заехать тут рядом у нас при узке монастырь есть я как-то уже говорил что я учился в семинарии священника но вот в этом монастыре как раз и учился здесь семинарии располагаться вот в этом вот корпусе классы здесь вот наверху с балкончиком патриарша и о покое тут патриарх останавливаться патриарх алексий выступал с этого балкона свое время покойный уже патриарх ну что вас томить не буду перемещаемся к автосалону все сейчас машину паркую и идем смотреть машину новую ведь автовоз стоит тоже весты и две гранты вверху место он тоже свой как у меня так ну что все глушу мотор идем салон короче вот друзья моя новая машина вот она стоит я сейчас вещи из уазика перетаскиваю вот патриот мы тут саженцы уже успели купить сейчас это все буду туда перевозировать вот у нас моторный отсек сразу решил малачку залить наверно нет крышечка и вот поролон не знаю был или нет раньше но вот теперь теперь есть как пусто да будем заливать так 18 двигатель крышка все как положено 18 так бачок красиво достойно мы с вами потом подробно еще все посмотрим сейчас надо выгнать его в этот в зону выдачи и посмотреть вины все прочее пока буду заливать так начинаю разливать ну ничего отлично хорошо сейчас демонтируем багажник ну а я тут посмотрел оно стирается хорошо логотипчик ногтем принципе царапается потом свободное время все это аккуратненько очищу чем-нибудь вот и сейчас вот короче сюда будем монтировать это все хозяйство так последний осмотр ключи сюда положил ничего нет бардачок проверил так ну ладно патриот давай прощай до встречи буду ждать теперь генерацию 2020 которая через три года выйдет так все тут вроде да а еще ключи нас здесь мы в принципе то еще аптечку с той стороны тряпки эти все мои рукавицы так и все вроде бы еще аптечку достану так ну ладно все еще раз посмотрим со стороны в общем трейдин 6 650 получается друзья автомобиль вот у нас такой вот ключик выкидной давайте будем осматривать начнем изнутри так двери закрывается хорошо багажник с кнопочки так все отлично пойдем в салон посадочка удобная хорошая тоже в принципе время зоне под себя нас настроил это все хозяйство так раздавайте будем смотреть как я здесь располагаюсь располагаюсь я вот так вот комфортно место у меня очень много и обратите внимание вот ширина салона она где-то наверное сантиметра на пять поуже чем в патриоте то есть довольно таки салон просторный и сзади места много и подлокотник вот вы спрашивали вот у нас есть подлокотник вот он у нас складывается вот так вот сейчас сильно осматривать не будем это потом в другом ролике в следующем сейчас мне главное посмотреть чтобы все работало так 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 ключ ключ хорошо у нас легко входит так нажать на тормоз самый селектор вот у нас робот мотор 18 на нейтрале стоит селектор ручник ну и соответственно нажимаем тормоз поворачиваем ключ так и тогда запустим двигатель вот моторчик у нас запустился очень мало топлива просигнализировала так тут у нас мьют пока нажмем выйдем мультимедиа работает в принципе все здесь нормально так нет подключенных устройств как-то вернуться вот отклик отклик хороший так вот в принципе нормально надо отодрать эту пленочку что тут у нас usb разъем и аукс так тормоз я пока отпускаю розетка резиновые коврички хорошо так пойдем смотреть двигатель а нет пока не пойдем сейчас еще проверим тогда сразу все стеклоподъемники работают 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 так что тут у нас есть датчик дождя есть есть у нас датчик света который мы автоматический режим можем поставить так что тут у нас еще есть есть тут у нас подсветка но я сейчас не вижу ее там и потом вечером все это посмотрим так то есть подсветка подсветка но есть здесь пассажиры и водителя и вот тут вот подсвечивается это вот это место так что тут у нас еще блокировка работает подключение так работает и спи так подогрев лобовухи работает реле включилась чувствую так что еще тут у нас подогрева сидений трехуровневые работают работают уже греть начала кстати мы так сзади работает 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 сзади usb и розетка внизу это мы тоже потом все посмотрим так сейчас нам надо блокировку проверить стекол вот сейчас проверим так так боковое пассажирское передние работают а задние не работают так в общем короче получается блокировка только на задние стекла действует вот это вот хорошо окей так проверяем зеркала работает левое проверяем правое работает отлично так тут у нас корректор фар есть сейчас проверим работает ли он вот там я вижу вижу фары отражается в стекле сейчас я включу так у нас ближний свет включен и корректор ага работает все отлично корректор фар работает ребята так руль регулировка руля вот пределы регулировок вообще отлично очень широкие пределы и люфта кстати сейчас точно про люфт спросят люфта короче нет вот видите шатаю оно не шатается так пойдем смотреть моторный отсек пока ну кстати еще дайте на заднем ряду проверить а работает и и вот тут работает стеклоподъемник так мотор будем смотреть шелестит приятно вибрирует новый пахнет клапан система вот сюда пневмоупор установить потом там тарахтит уазик поэтому не обращайте внимание клапан абсорбера периодически щелкает все красиво все хорошо мотор работает ровно ровно здесь все пока закрываем так качество подгонки всего этого хозяйства мы потом более подробно с вами разберем так сейчас я пока отключусь вниз камера не очень удобно все это далее осматривать в общем я для вас потом отдельный обзор сделаю а сейчас сам осмотрю все это спокойно спокойной обстановке без камеры вот потолкотничек так ну что друзья все все документальные вопросы улажены запускаем двигатель так выключаем так автомобиль у нас в принципе уже наверное прогрет немножечко сейчас надо заправиться ехать на заправку так нажимаем на тормоз переводим селектор в положение а и опускаем педаль ползущий режим сразу же активируется и все с вами покидаем автосалон выезжаем на дорогу сейчас это ребята ползущий режим я ничего не нажимаю вот она едет вот сама таким образом работает робот в общем надо сейчас немножечко освоиться так в принципе уже я под себя все настроил дискомфорта не испытываю выезжаем друзья на трассу сейчас надо будет в город еще по делам съездить так ну и все нормально вроде едем кстати по обкатке не уточнил что там и как так нормально пристраиваемся нормально пристраиваемся и минимальный поворот руля автомобиль сразу реагирует и на руль не передается никаких вибраций это уже сразу что я чувствую робот еще будет у нас проходить процесс адаптации вот поэтому сейчас у нас будет под меня подстраиваться но работает очень мягко вот то что я в прошлый раз на тест драйве отметил то же самое и сейчас констатирую вот этот новый робот это вообще очень очень комфортная штука мне нравится надо все разбираться будет пока портовой компьютер где-то управляться на патрулевом переключателе и едем мы с вами друзья на заправку ну вот заправочка у нас Лукововская заправимся здесь 95 бензином так с какой у нас стороны а ну да все правильно заливная горловина справа и останавливаемся все все так нейтральное положение селектор стояночный тормоз глушим мотор ну и пойдем заливать в общем горловина запирается когда центральный замок срабатывает с ключа то здесь это уже все предусмотрено никто никто ничего не сольет так это вот понимаю и 95 бензин сейчас будем лить наверно до полного бака до отсечки до отсечки у нас получилось 52 литра так стряхнуть обязательно надо пробочка пробочка ну-ка как тут она вот так вот и все и чик защелкивается и пошел я платить все друзья оплатил и едем едем с вами дальше так 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 отлично так нажимаем селектор пускаем педаль и едем автомобиль прям новые вот новые новые вот ощущения такие все все сбито все плотно ну как на новом автомобиле собственно говоря в салоне еще пахнет халявным подарочным антикором вот так ребят сейчас вот толкаемся в пробочках тут сразу по первым впечатлениям в общем просили с патриотом сравнить какие у меня будут вот ассоциации в общем что хочу сказать вот ну четкость управления сразу же ощущается о чем я уже говорил то есть вот рулежка это вообще тут выше всяких похвал я считаю и соответственно соответственно что еще сразу бросилось это шум от арок повышенный то есть патриот он шумов от арками он не шумел он шумел двигателем и выпускной системой здесь двигателя мы не слышим как вы видите как вы слышите вот арки здесь слышно то есть вот такой нюанс ну и вот робот еще раз повторяюсь конечно да плюс большой что он есть посмотрим насколько эта система живучая а пока мне очень нравится ползущий режим вот очень такой достойный и самое главное ну вот как я на тесте тогда еще раз говорю что говорил так и здесь я тоже самое отмечаю что он работает ну абсолютно как механика то есть как бы я действовал так и он действует в этой ситуации то есть вообще очень комфортно очень комфортно мы рекомендую сейчас будем поворачивать пока сильно не отжигаю машина первые километры первые 16 километров прошла вот пока так в щадящем режиме аккуратно буду ездить и потихонечку будем выходить на нормальные эксплуатационные режимы а так вот по шумоизоляции конечно очень достойно я вам скажу очень и очень прямо пока все нравится так друзья проехали уже 66 километров сейчас покажу как лежачие полицейские машина проходит честно говоря вот так вот вообще отлично подвесочка отрабатывают просто просто блестяще вопросов нет и навигатор здесь так сейчас покажу сити гид такой вот так светофор восстанавливаемся что касается моментального расхода вот смотрите скорость 90 с небольшим ну и вот собственно значение 5.7 6 сейчас вот 5.0 5.3 новая машина двигатель 1.8 на роботе посмотрим что будет дальше вот моментальный вот такой светофор сегодня задержались немножечко в Вологде вот возвращаемся в темноте есть зато возможность оценить свет свет неплохой довольно таки дальний пока не смотрел идет поток сейчас я немножко расскажу про особенность работы подвески на патриоте чтобы сравнительный анализ вам выдать по двум машинам в общем ну как я уже ранее говорил у меня на данный момент преобладают асфальтовые трассы федералка ну и вот такая вот дорога такой разбитый асфальт с кусочками грунтовки и вот патриот его подвеска это компромисс в данный момент для бездорожья и для асфальта то есть она больше даже адаптирована наверное под бездорожье большие хода мосты неразрезные зависимые подвески вот ну и естественно это накладывает свой отпечаток я еще раз говорю поскольку у меня основной пробег это трасса то по сравнению с автомобилем для шоссе он естественно проигрывает в плане комфорта в плане мягкости подвески здесь все отлично то есть как видите мы вот едем по неровностям и подвеска ее не пробивает она отрабатывает все это довольно таки мягко у меня почти голос не дрожит на этих неровностях вот но какая особенность зависимые подвески когда спереди здоровенный неразрезной мост висит он прыгает то есть на некоторых неровностях он прыгает и эти вибрации передаются на руль и вот это вот немножечко все таки утомляет ну и естественно отсутствие АКПП тоже здесь вносит свои коррективы хотя в принципе двигатель достаточно эластичный и я вот как видите не переключаюсь здесь токсически то есть я вот хотя вот здесь можно уже на третью перейти что я и делаю вот ну и в общем вот да особенно основное отличие это именно вот основной недостаток то что повышенная вибрация на руле от дороги именно если на федеральной трассе мы едем там дорога вылизанная ровная как стеклышко соответственно это комфортно да это хорошо а здесь в кубе с массой автомобиля комфорт вот этот вот теряется но опять же говорю это рамный внедорожник здесь применено компромиссное решение поэтому вот так вот ну и сейчас вот когда я свои ощущения от Веста свой кросс вам расскажу переключаемся мы едем по тому же участку на котором вот я вам только что показал на Патриоте ехали вот пожалуйста эти грунтовочки вот ну и в принципе то что я хочу сказать вполне себе все адекватно тут понятно что хода подвесок не такие большие как у Патриота но тем не менее машина идет достаточно мягко то есть в принципе вот то что планировал то я и получил на шоссе машина очень хорошо себя ведет даже на таком вот разбитом видите все без стуков без всяких подвеска отрабатывает без пробоев достаточно комфортные условия вот сейчас еще тут будут пожалуйста вот вот единственно да шум повышенный идет от арок это патриота такого не было там кто со мной ездил все отмечали что колес не слышно вообще здесь слышно да ну в принципе ничего по асфальту все в пределах разумного если уж на то пошло можно и зашумить дополнительно желание возникнет а так а так в основном на что рассчитывал еще раз говорю что то и получил я доволен ну и расход вы видели что приятный довольно таки бензин 95 кстати говоря только только 95 а вот ребята дальний свет так вот выглядит сейчас я вам покажу ближний вот дальний свет тоже хороший здесь у меня тоже претензий нет вот видите неровный участок подвеска отлично справляется в общем пока вот такие вот впечатления по езжу будет складываться все буду описывать что чувствую что нравится что не нравится но пока пока все нормально что хотел то и получил в общем уже подъезжаю к дому 130 км пройдено всем пока и до завтра буду продолжать обозревать новинку автомобиль еще раз повторяю 2020 модельного года модельный год у нас начинается раньше календарного так во всем мире все пока пока пока